Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем вторую часть нашей лекции, посвященной клеточной терапии отологичными гемопатическими столовыми клетками и клетками предшественниками у больных рассеянным склерозом. Мы говорим о персонифицированной клеточной лекарственной иммунотерапии. Персонифицированная клеточная лекарственная иммунотерапия при рассеянном склерозе, это как бы перепрограммирование иммунной системы определенными клетками и определенными лекарствами. Ее цель заключается в функциональной переустановке иммунной системы пациента на регуляторном уровне. Мы пытаемся уничтожить аутоагрессивные T-клетки, B-клетки, макрофагы и заместить их другими клетками не агрессивными. Гамма-дельта клетками, НК-клетками, НКТ-клетками, регуляторными клетками, гемопоэтическими. То есть, мы пытаемся изменить внутриклеточный баланс и этим, собственно, и будет перепрограммированная иммунная система. Мы попытаемся решить с использованием этой терапии, во-первых, исключить риск смертельного исхода. Мы попытаемся полностью убрать аутореактивных T-17, T-1, T-клеток и B-лимфоцитов. Мы попробуем остановить асептическое воспаление и восстановить структуру поврежденного миелиного волокна. Вот, если представить характеристику вот этих всех клеточных популяций, которые есть в крови у здорового человека и рассеянных склерозов, то мы составили такие два графика. В этих графиках очень наглядно видно, что вот всю иммунную систему можно разбить на ряд таких групп. То есть, первое это вот НК и НКТ клетки, это клетки врожденного иммунитета и гамма-дельта клетки. В норме у здорового человека, это красный этот. Они составляют где-то НК клетки 17-20 процентов, НКТ клетки в том числе, и 5-10 процентов это гамма-дельта клетки. Дальше существуют клетки альфа-бета T-клетки. Это T-хелпер, это супрессы, регуляторные клетки. Их количество обычно 50-65 процентов. Именно в них находится этот пул аутоагрессивных клеток. Именно этот пул и в них, и вот в B1 и B2 клетках, которых в принципе достаточно много, также находится пул этих агрессивных клеток. И именно они определяют аутореактивность. Также здесь играют роль цитоксические лимфоциты и макрофаги. Таким образом, задача представляется достаточно понятной. Что нужно сделать? Нужно попытаться увеличить количество НК клеток, НКТ клеток, увеличить количество гамма-дельта клеток. При этом нужно задавить функцию хелперов, функцию T-супрессоров, увеличить количество регуляторных клеток, при этом подавляя B клетки. Увеличивая гемопоэтические клетки, клетки предшественников и, конечно же, подавляя клетки цитоксические, которые воздействуют и макрофаги. То есть, на первый этот красивый профиль, мы говорим, мы можем попробовать. Мы попробовали, и в итоге получилось, что мы четко увидели, что нам нужно сделать вот такой синенький профиль, который мы видим, чтобы как бы рекомендуемый профиль перепрограммирования, к которому мы должны прийти. Можно ли это осуществить? Мы попробовали и сказали, да можно. Первое, надо добиться редукции аутореактивных клеток. У нас как бы появляется окно возможностей. То есть, мы можем использовать лимфодеплецию, мы побольше поговорим об этом, как бы подавление этих клеток, а также использовать современные препараты, которые существуют, иммуноселективные препараты, которые могут выбить и T, и B клетки очень суперселективно и локально. И заместить их реинфузией отологичных клеток, как собственных, так и чужеродных. И вот это может привести к стойкому улучшению и ремиссии, и минимальной системной воспалительной реакции. И это окно возможности достигается следующими этапами, которые мы предлагаем. Лимфодеплеция. Мы уже о ней сказали, что же это такое? Это лимфоистощение микросреды хозяина и ограничение вот этих макрофагов, дендритных клетков, гранулоцитов, т-хелперов, регуляторных клеток. Можно его достичь достаточно просто, если облучить больного совсем небольшими дозами. Два грея. И мы добьемся этого эффекта достаточно легко и просто. Можно, конечно, идти другим путем, как идут при трансфантации костного мозга, используя неэволативную химиотерапию в качестве режима кондиционирования. Это достаточно сложно, тяжело и достаточно агрессивно для пациента. Второе. Мы собираем, собственно, стволовые клетки. Так же, как и при трансфантации костного мозга, мы собираем из периферической крови после мобилизации. Очищаем, стандартизируем, криоконсервируем. Таким же образом мы можем взять донорские клетки у здорового человека, одинаково с больным с растительным склерозом по группе крови и резус-фактору. Собираем эти клетки точно так же и тоже их криоконсервируем. Вот здесь нужно сказать, что современная технология иммуносепарации с использованием абсолютно известного препарата CliniMax позволяют, используя антитела к альфа-бета- клеткам, забрать из препарата чужеродных аллогенных клеток альфа и бета-клетки. То есть, и хелперы, и то супрессоры. То есть, мы заберем то аутореактивное начало, которое может быть. И получим новый препарат, который у нас получил рабочее название GEMOCOMP. Создан на основе лейкоконцентратор из гемопоэтических стволовых клеток со стащенными альфа-бета клетками. К нему мы добавили еще линию мезинхимальных стволовых клеток. Таким образом, четвертый этап. Это, собственно, наша задача теперь выбить альфа и вернее T-хелперы, T-супрессоры. То есть, альфа-бета клетки. Что мы можем сделать? Существует абсолютно разрешенный при лечении рассеянного склероза препарат Aletuzumab или Lemptrada. Еще он используется также для лечения онкологических больных. Называется препарат Campos, другого производителя. Что позволяет этот препарат Aletuzumab? Он попадает на это моноклональный антитела к CD54 маркеру на T и B лимфоцитах, макрофагах и НК клетках. То есть, вводя этот препарат в организм, мы подавляем эти клетки. Мы их убиваем, другим образом говоря. И, в принципе, на этом основан принцип лечения рассеянного склероза этим препаратом. Только препарат делается 5 инъекций достаточно долго и длительно для того, чтобы добиться результата. Стоит почти, мы говорили с вами, 5 миллионов 800. Через год вам нужно еще будет три раза повторить эти вещи. В нашем же случае достаточно будет двух введений этого препарата, чтобы добиться нужного эффекта. Ответом будет повышение регуляторных клеток. Абсолютно известная, нормально закономерная ситуация. Мы можем заменить этот вариант, используя два других современных моноклональных антитела. Эпилитумаб, который блокирует антитела к CDLA4 и непосредственно воздействует на T лимфоциты. Или токсимаб, который воздействует суперселективно на Аб-лимфоциты. То есть, вариантов может быть много. Но, учитывая дорогостоимость этих препаратов, мы говорим, что мы практически только треть используем той необходимости, которая используется для стандартного лечения рассеянного склерода. Далее мы говорим, что наша задача добиться повышения гамма-дельта клеток. Чтобы заместить, природа не терпит пустоты, и она будет ее замещать снова альфа-бета клетки. Чтобы это не произошло, мы повышаем гамма-дельта клетки. Мы используем технологию, которую в свое время предложил профессор Росси из Монпелье, Франция. Он применял бифосфонаты, которые широко применяются в России, с интерлекином-2. И добился того, что повышение гамма-дельта клеток была просто стремительной. И можно использовать в этом случае трансплантацию регуляторных клеток, которые сегодня также широко применяются, но это совсем необязательно. Таким образом, следующий этап, который мы сделали. Мы подготовили организм, делали лимфодепрессию. Мы выбили патологические клетки. Мы должны перелить инфузию собственных клеток, которые мы забрали. И здесь мы делаем трансплантацию костного мозга, но не ту, которая была на уровне высокодозной терапии, а реинфузию этих мононуклеарных клеток. Это та же трансплантация, но в других щадящих условиях, когда нет каких-то ограничений. Если этого недостаточно по данным анализа, то можем перелить наш аллогенный препарат, чужеродный, который мы имеем, в которых истощены альфа-бета клетки, чтобы восстановить нормальную структуру иммунной системы. Контролируя ее, мы четко понимаем, что мы получаем нужную нам концентрацию вот этих субпопуляций клеток. То есть, практически мы, используя абсолютно все закономерные, известные препараты, которые широко применяются для лечения и рассеянного склероза, опухолей и других заболеваний аутоиммунных, мы широко применяем технологию трансплантации, но в щадящем режиме. Далее, мы забрали эти клетки, сделали два сбора и получили достаточно эффективную ситуацию. Мы показываем на этом слайде, что введение клеток в ликвар позволяет этим клеткам образовать конгломераты. Эти конгломераты покрываются мягкой мозговой оболочкой, и стройными рядами стволовые клетки идут в зоны повреждения мозга, зоны демилинизации. Чтобы они стали активно работать, мы очень серьезно изучали экзосомы тромбоцитов, кровообильных с рассеянным склерозом. И вы видите, мы нашли огромное количество биологически активных веществ, воздействие которых имеет огромную функцию на процессы ремилинизации. Смешивая их с этими клетками, мы добиваемся максимального повышения эффективности вводимого препарата. Таким образом, последним этапом лечения является последовательное введение клеток препарата вместе с экзосомами из культуры тромбоцитов этого пациента. Таким образом, протокол персонифицированной иммунотерапией рассеянного склероза достаточно прост. Делается лимфодеплеция облучением 2-гре, мобилизация клеток, два сбора гемопоэтических стволовых клеток, терапия алемтузумабом. Дальше применяется, может быть, уже сразу применено, интертакальное введение одного из препаратов для того, чтобы уже уменьшить процесс воспаления непосредственного мозга. Дальше применяем внутривенное введение бифосфонатов с интерлекином для повышения гамма-дельта клеток, и после этого производим реинфузию гемопоэтических стволовых клеток самого пациента. Если это необходимо, то добавляем и наш препарат гемоком, полученный от аллогенного донора. Таким образом, достаточно недолго мы всем этим занимаемся, и в течение года, если это необходимо, если больной может, если ему это интересно, мы можем продолжить введение, интертакальное введение, спинномозговой канал для восстановления повреждений в мозге, собственно, и введение этих же клеток, которые мы взяли, вместе с экзосомами, полученными из плазмы этого больного. При необходимости можно повторить терапию летузумабом, но в дозе всего 40 миллиграмм. Вот и весь протокол. Сравнивая соотношение цены современных методов лечения больных с рассеянным склерозом и предлагаемые технологии, становится очевидно, что даже трансплантация костного мозга по квоте Минздрава Российской Федерации стоит 2 миллиона. В нашем случае иммунотерапия стоит дешевле. Вся проблема цены, это проблема современных препаратов на основе алимтозумаба. То есть, именно она составляет основной процент стоимости этих препаратов. Поэтому, используя эти соотношения, мы говорим, что персонифицированная терапия более экономна, и более эффективна, и более этапогенетически обоснована. Благодарю за внимание, благодарим всех наших помощников, кто помогал в работе над этой темой. Спасибо!